Продолжение следует... 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 Александр Николаевич, я не один, сейчас выйдет Женя, Евгений Пашков, Евгений Пашков. Должен быть звук, в зале нет звука совсем, а мониторов нет. Ну, придется так играть. Должен быть звук, в зале нет. 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 Тебя даже слышно будет по полу сейчас такое крушение. Ты куда бежишь, кораблик? Ты куда спешишь, кораблик? Водосточная канала не впадает в океан. До решетки водостока, вот и вся твоя дорога. Ты уже был способен только на такой обман. Я на берегу тренинг, где нет причала, Чтобы песню новую начать сначала. К островам бежать зеленым и ветром кричать соленым. Эй, паруса мои крепкие, эй, паруса мои крепкие. Я возьму тебя в ладошку на просохшую дорожку, Прогуляю завтра в школу, пусть от завучек летит. Все неведомые страны, все моря и океаны Пробежим с тобой за сутки, кто вам запретит. И на берегу тренинг, где нет причала, Мы придем, чтоб жизнь свою начать сначала. К островам бежать зеленым и ветром кричать соленым. Эй, паруса мои крепкие, эй, паруса мои крепкие. Женя, попробуй воткни джек свой. Поверь, давай. Поверь, давай. Спасибо. Давай забудем навсегда, что время есть на свете, Что есть минуты, не года, и старики, и дети. Пусть нелегко, ух, нелегко вообразить такое, Зато оставим далеко, оставим далеко, Мы в ляганье покоя. Забудем сгубы, дружок, недобрых слов прицанье, О горе это хорошо, со знаком отрицанья. Мы станем жить, не суетясь, на этом славном свете Под солнцем высыхает грязь, высыхает грязь, и пыль уносит веке. Под солнцем высыхает грязь, высыхает грязь, и пыль уносит веке. Неважно, сколько проживешь, что будем есть и пить мы, А важно, что писать вдвоем, друзьям, мы будем письма. К нам станут приезжать они, кто с кошкой, кто с собакой, Жить не подсчитывая дни, подсчитывая дни и выезжая плакать. Жить не подсчитывая дни, подсчитывая дни и выезжая плакать. И уезжая плакать. А что с пультом у нас, кто там на пульте работал? Мы вот включили джек во вторую гитару, и она тоже не работает. Может быть там нажали кнопку мьют на канале, к примеру. Мьют это означает канал без... Вот сейчас, вот сейчас, давай, есть, есть, есть. А по громче уровень может быть, тогда? Он на нас. А есть какой-нибудь джек? О! А тут стерео, тут еще кабель стерео, а у меня... Стереокабель или кабель, вот я когда включил тюнер, он заиграл. Сейчас я выключу джек. И он не будет играть? Все понятно. А есть другой какой-нибудь джек? Нет. И вот не взял сегодня. Стереокабель. Так. Ну, короче, нет. Поход на чужую страну Собирался король. Ему королева мешок Сукарей насушила И старую мантию Так аккуратно зашила Дала ему пачку в макурке, а в тряпочке сурны. Видит король, его войско стоит средь двора Пять грустных солдат, пять веселых солдат и фрейта. Сказал им король, не страшны нам ни пресса, ни ветер. Врага мы побьем, и с победой придем, и ура! Но вот отгремела прощальных речей торжество. В походе король свою армию переночил. Веселых солдат Интендантами сразу назначил. А грустных оставил в солдатах, а в осень ничего. Представьте себе, наступили победные дни. Пять грустных солдат Не вернулось из схватки военной. Ефрейт Армарад на нестойкий Женился на пленой. Но в пряниках целый мешок захватили они. Играйте оркестры, звучите и песни, и смех. Минутной печали не станем, друзья, предаваться. А грустным солдатам нет смысла В живых оставаться. А пряников, кстати, всегда не хватало. Так, все-таки не играет она? Не играет. А если икту не подключить? А если икту не подключить, заиграют. А? Сядет. Так, ну а у тебя можно та же песня? Давай попробуем. Жень, как ты дослышишь, он нормально же. Да, конечно, микрофон играет. Давай еще какую-нибудь такую легкую и начинаем нашу. Саша поет под мой гидарус. И его гидареет. Включил? Не, подожди, он меня открывает, у меня шланг здесь. Вот она. Видите как? Интересно. Получается. Да, там убавить надо. Вот идет по свету человек чудо, сам себе печально улыбаясь. В голове его какой-нибудь пусть я, в сердце вечно что-нибудь не так. Приходит время. Снова птицы прилетают, снеговые полетают, и не до сна. Приходит время. Люди головы теряют. И это время. И это время. Называется. Поезжаем во страну без лишних слов. Нам сейчас как раз разгоняется день. Нам похода ты без всяких так дорог. Снова будешь весной здоровой, приходит время. С юга птицы прилетают, с теговы полетают. И не до сна приходит время, люди головы теряют. И это время называется леска. Сколько сны взывали головы печи, все пошли в пневмонии. Сколько головой в стеку не стучи, в небо возручные броши приходит время. С юга птицы прилетают, с теговы полетают. И не до сна приходит время, люди головы теряют. И это время раскроется леска. Международный день авторской песни в Новосибирске мы открываем скрестный лад. И приглашаем на сцену Александра Чернышева и его замечательных девушек. Добрый вечер, с праздником! Днем энергетики! Ну, мы не энергетики, мы радиотехники. Так, ну и мы начнем с сегодняшнего выступления, с песни. Песня «Ночная музыка» Когда внезапно возникает еще неясный голос труб, Слова, как ястребы ночевые, срываются с горячих губ. Мелодия, как дождь случайный, гремит и бродит между людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Когда росло, когда смятений, когда свинцовые дожди Глупили так по нашим свинам, что снисхождение не жди. И командиры все охрепли, когда командовал людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Кланет пробит труба помята, Погод, как старый посох стерт, На барабане шли размезлись. Но кларлетис красив, как черт, Клетис, как юный князь сизящен, И вечно сговоре с людьми. Надежды маленький оркестрик Под управлением любви. Надежды маленький оркестрик Под управлением любви. Песня Екатерины Медведевой «И все-таки зима» И утро настало, видишь, и мы. Как она пришла, как она нашла меня. Как будто накрыла телом белым. Никаких улик, словно вспять ушло время. Песня Екатерины Медведевой «И все-таки зима» У моих стихов вели ее слома. Если слетает сердце с петель, Значит, будет день, значит, я еще жива. И все-таки зима Сделит млечные пути. Иди, рисуй сама Все, что будет у нас, заводи. Попытка казаться взрослой, зачем? Глупости мои, наверное, золото тебе. А чем мы, как дети, просто плачем? Превращаясь в небес, вешено стучащим в дверь. И кто из нас посторонний? Ответь! Это не вопрос, Заверить себя сейчас, Не выходя из роли Посмотреть. Как засыпет снег Все истории про нас. И все-таки зима Сделит млечные пути. Иди, рисуй сама Все, что будет позади. И все-таки зима Все-таки зима Сделит млечные пути. Зима Аплодисменты 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 Десь это делать Назовите Девочки Назовите Вставь Екатерина Пинкова Екатерина Самаргонская Александр Турманков Аплодисменты Аплодисменты Три войска В этом году У нас было два юбиляра Одного, к сожалению, уже с нами нет Это Виктор Семенов-Берковский А июнь на море, слава богу, что жива. И вот мы сейчас вам споем песню «Снегопад». Снега выпадают, и темные ночи стремятся на землю, Дома окипая, по городу бродят, И темная, и ночная черная птица, и ты, голубая. Над ригой шумят, шелестят снегопады, Утопли дороги, недвижных трамваи сидят на перилах. Чугунная грады, я черная птица, и ты, голубая. Согласно прогнозу последних известий, Неделю нам жить по снегах утопая, А в городе вести скитаются вместе И та черная птица, и та голубая, Две птицы скитаются в зарослях белых, Высокие горло, в снегу выгибая, Две птицы молчащих, наверное, беглых, Я черная птица, и ты голубая, Качаются лампочки, так живые, Качаются дворники, Снег выгибая, молчащие, беглые, Полуживые, я черная птица, и ты голубая, Снега выпадают, И тенна и ночь на стремятся на землю, Два птица, и ты голубая, По городу бродят, И тенна и ночная, Я черная птица, и ты голубая, Снега, снегопады, Снега, снегопады, Веки, снеги, по самые горла, В снегу утопая, Бежали и бродят, Ах, в кой-то веки, В кой-то веки, Я черная птица, И ты голубая, Ах, в кой-то веки, Снегопады, Да, где-то Гурту, Снегопады, Снегопады, Снегопады на establishment誰 Снегопады, На этом Тениси, Кр Activ. Подари мне рассвет у зеленой палатки Подари самолет высоко в облаках Ах, как хочется знать, что с тобой все в порядке Раскаленное солнце в сосновых руках Ах, как хочется знать, что с тобой все в порядке Раскаленное солнце в сосновых руках Кто-то выключит свет, лампу солнца потушит И зажгутся костры, голоса засвинят, ах, как хочется петь Ах, как хочется слушать Ах, как хочется жить и любить всех подряд Ах, как хочется петь Ах, как хочется слушать Ах, как хочется жить и любить всех подряд Скоро будет гроза, по приметам Налетит, нагремит и пройдет полчаса А как пахнет дождем, это звонкое лето Кто-то в рубор ладони кричит в небеса А как пахнет дождем, это звонкое лето Кто-то в рубор ладони кричит в небеса Подари мне рассвет у зеленой палатки Подари самолет высоко в облаках А как хочется знать, что с тобой все в порядке Раскаленное солнце в сосновых руках А как хочется знать, что с тобой все в порядке Раскаленное солнце в сосновых руках Раскаленное солнце в сосновых руках Вечер большого дня От меня дождь и тревог Настанет срок узнать итог Ветер сорвет листок Был росток, поднялся сад В твоих глазах сверкнет слеза И пусть проходят годы Парафона Летит с седой ветелью время по следам Ты на снег не гляди Словно свет впереди У нас только жизнь Вечер большого дня Знаю я Наступит день И будет свет и смерть детей Дети Заменят нас Ветер стих Любой из них найдет родник Посадится ты вновь Деревья сбросят Семена И встанет лес И ты поймешь Что часть души Оставил здесь Шум листуй на заре Это ты Ты поверь Это жизнь Ну и пусть проходят годы Хороводом И едат Летит с седой метелью Время по следам Ты на снег не гляди Словно свет впереди У нас только жизнь Время по следам Спасибо Мы приглашаем на сцену Сергея Гребнева и Евгения Пашкова Встречаем Спасибо 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 Ну гитары не слышно Да? Есть Слышали? Ну на крайне любую гитару слышно А вокал слышно на последний Ну хорошо Играем Что у вас нет Потихоньку Давай Да Юли Встречаем Встречаем Справей Сίν Добрый вечер Здравствуйте, с праздником вас, нас и даже Сергея Ременовича, Елена Анатольевна, тоже с праздником. Спасибо за кабель из Терева Джет, от тех, кто выступал до нас, и литрогитару в исполнении акустики. Мы, дети понедельника, пришли к вам из другого мира, так называемого проклятого русского рока. Третьего нашего человека нет, он сейчас там за деньги поет, лабухом работает. Нет, на самом деле, поэтому мы очень вас любим, любим эту счастливую автовскую песню, а автовскую тем более. Три своих песни нон-стоп или стоп. Давай, Женя сказала, давай, значит, давай. Первая называется «Тельняшка». Был бы ровней суперстар, дорогой а супер, зря мне радует прыгнуть в омут, ковою воля стаю. На сердце гранит грудь креста, спина в медалях, а судьба, как мать родная, то погладит, то спитает. Все вокзалы до перроны, руки жать до сквозь. Перегора, перегоны, на душа моя на тысячи лет. Был бы флаг, да было знамя, теперь тепел в крови. Русь темношечкой, пильявой, лучше отойти к нолу. Был бы прав, балом правил, был бы прям, всех отправил, был бы свят, всех оставил, но глушу я, заблуждаясь. Тайность перебрал, все подковы оборвал, телефоны в лодку драл, никто не помни бежать, никто не болит. Все вокзалы до перроны, руки жать на слез. Перегора, перегоны, коны, да душа моя на тысячи лет. Был бы флаг, да было знамя, хмель кипел в крови. Русь темношечкой, пильявой, лучше отойти к нолу. Был бы флаг, украли знамя, хмель закиск крови. От тельняшки клок оставил белые полосы. Сыну утынул, был дровник и нерал, про другое плотку драл. Никто не пойти бежать, никто не горит. Дум deep. Принесли дядя Мы выпустили недавно седьмую свою пластиночку, называется она «Расскажи», и мы сейчас попробуем испыть эту песню «Расскажи». Расскажи мне про жизнь, как сказано, надыши небесенним ярким майским, чтоб я был цветущий сад, весел был и был богат тем, что радовал ваш взгляд. Покажи на блюду, что точит камень, подали дорогу чудесами, чтоб светился у земля и не знал, где я, где сон. Живот, кто горел огнем и был открытым, как ладонь навстречу, где живут туманы, воздух свежий, воздух мяный. А рассветы и закаты словно флаги над тобой. Дай мне песню в дичью, дай мелодии напиться, новой музыкой родиться и звучать струной. Покажи на пророчек. 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 Песню птичью, да мелодией напиться, Новой музыкой родиться и уйти струной. Расскажи мне про жизнь, как сказку. Песня называется «Бронепой». Я как будто пропустил чего-то, или просто перепутал звезды. Звезды на погонах, звезды в небе, и зачем ушедший догоняю поезд? Я мурою я в самокопае, словно лил на пару в океан. И тону не плавать, но а мне все мало пропадать. Сама Амана, паралеки и милизианы, Но хожу я перпендикулярно. Я с судьбой не спорю, надо так и роги я. Я на марше, ежика в тумане, Не рвьются в пульсе так, Добавьте чувства чистое искусство, Любите о себе в раз, Выходит пусто два, И снова пусто, но последний. Значит, с краю первый, Чтоб узнать, пусть мёда съем, путь соли. Силу воли обменяю я на полю, Как подменя возраст, Главным из вопросов, На каком пути стоит мой брани поезд. Я как будто пропустил чего-то, Или просто перепутал звезды. Звезды на поконах, Звезды в небе и зачем чужой, Я погоняю поезд. Сейчас я заполню паузу, Самый. Пока нет никого, чтоб меня объявить. Заполни и Ангелина. Ангелина? Хорошо. Объяви тогда меня. Я успела. Сергей Алексеевич, Человек. Известный. Задолго до того, кто был с Ангелиной Басоваевым. Организовывал великолепные фестивали. Да, я несколько старше, Чтобы об этом напоминать. Лично. На Алтае. Это были крупные, яркие проекты. Не перебивайте, пожалуйста. Я младший отказываю. Я и буду, хорошо. Вот, поэтому это очень важный человек, Который очень много лет светил. Страшный. Алтарская песня не перебивать. Я правильно говорю? Меня поддерживают? Я с удовольствием предоставляю слово. На самом деле, в этом году родился новый проект, О котором расскажет Сергей. И я думаю, что мы будем иметь честь. И вы к нам присоединитесь. Это будет ярко, интересно и многообещающе. Я с укрою. Ага. Спасибо. Ну вот, если коротко. Вы же тут намеки-то были в сторону, так сказать, нашего старшего поколения. Мы стали старше. Мы моложе не становимся. И поэтому, как-то вот чего-то хочется еще успеть сделать. И в связи с этим, в недрах нашего всеобщего движения, которое приняло мировой масштаб, Родилась такая идея. А не собрать ли нам сборную Сибири, потому что в Сибири мы как-то более или менее кучкуемся, друг друга все знаем, в нашем сибирском федеральном округе, будем так говорить, в современных границах. Не собрать ли, не послать ли куда-нибудь вот нашу сборную, далеко, к нашим дальним братьям, для того, чтобы возобновить вот те потерянные связи, которые когда-то были. Потому что мы же помним тех людей, которые и сейчас живут в Белоруссии, допустим, в Крыму, на Дальнем Востоке и так далее. Сделать это достаточно сложно в одиночку. Да, в одиночку туда уехать. Может быть вместе будет веселее. Поэтому, вот идея такая. Так, если... Как бы мне можно закончить, я закончу. Если вы хотите, пожалуйста. Ну, да. Так вот. Значит, мы вот создали такую группу граждан инициативных, которая называется «Станция Сибирь». И проект так называется «Станция Сибирь». Вот. И слоган даже есть «Сибирь – станция узловая». То есть, вот мы находимся на перепутье. Мы можем собрать у себя эту сборную, сделать большой концерт в Новосибирске. Ту десятку, которую мы с вами выберем вместе, посадить на паровоз и отправить вот к дальним братьям. Ну, разные адреса. Пока еще нет определенности полной. Ну, вот и возникает Беларусь, возникает Крым. Вот. Пока решения еще нет, но тем не менее. Вот. Суть идеи в этом. Кроме того, сейчас создается уже в бумажных всех этих делах общественная организация, которая так и называется «Станция Сибирь». А вот эта общественная организация, она, кроме занятия проектом, будет помогать еще и сообществу как-то жить. Потому что очень часто бывает нужна общественная организация для того, чтобы, ну, проводить какие-то события, организовывать события. Вот. И еще последняя теоретическая часть. Сорок минут у меня истекает, я чувствую. Она в чем заключается? В том, что вот на рояле лежит лист Латмана. У каждого клуба, у каждого формирования, у каждой творческой единицы есть свои планы на год, на 2018 год. Поэтому я задавал эти вопросы в интернете уже руководителям клубов. Вот на этом Латмане, вот этими ручками, можно написать, обозначить себя, что вы будете делать в году. Значит, там сверху графа месяц, а слева графа, вы себя вписываете, там клуб, автор и так далее. И месяц определяете, обозначаете. Таким образом мы создаем слонный план. Мы друг на друга не наступаем, потому что мы знаем, кто у кого, что когда происходит. И вот такая штука у нас в интернете разместится. И все мы будем знать в течение года, куда идти, когда идти, кому идти, какие подарки готовить и так далее. Так, еще постскриптум к основной теоретической части про станцию Сибирь. Это вот листочки, половинка от А4 формата. А5 называется. Правильно, А5 называется, мне подсказывает. Там есть вот такая пустографочка, десятка. Я просто вас сейчас попрошу эти листочки взять. Я сейчас раздам листочки и свою десятку сибирскую, свои предложения в сборную написать. Вот я сейчас раздаю листочки. Алексеев раздает листочки. Как он раздает листочки? Следите за руками. Так, Ильин Сергеев, вот ручка. Ручка одна, ручки у всех есть. С ручками проходят. А Алексеев раздает ручку. Ручка лежит вот здесь. Если вдруг у кого-то зажжется. Так, десятку. Вон еще две ручки есть. С ручками все в порядке у нас. Вот так. Вот еще. Нормально. Вот еще. Да. Так, ваша десятка к концу нашего. Станция Сибирь, Красноярск? Нет, станция Сибирь это не Новосибирск-Красноярск. А рамки станции Сибирь это Сибирский федеральный округ. То есть 12 территорий, 12 регионов. От Омска до Читы. Если по Трансси. Вот смотрите. От Омска до Читы. Вот вся вот эта вот. Здесь писать всех? Всех. Всех десять, которых вы послали бы к нашим дальним братьям. Отовсюду. А я бы всех послал. Нет, нет. А? А? Нет, нет. Конечно нет. Вот от Омска до Читы. Да. Вот вспоминайте всех. От Омска до Читы. Это интересно будет. Так. Номер два. Здесь на моем месте на самом деле должен был быть Анатолий Леонидович Миловский. Ага. Который бы вам рассказал о том, что... О чем вы сказали? Сейчас я вам спою. Да. Сейчас это произойдет. Особо волнующимся... Анатолий Леонидович Миловский. Прось бы уйти из аэропорта. Так. Вот о чем бы вам рассказал сегодня Анатолий Леонидович Миловский, если бы он не приболел. С ним все хорошо, но вот немножко он приболел. Дело в том, что... Да все, наверное, знают здесь присутствующие, потому что интересуетесь жанром. Галина Кукина, это жена Юлия Алексеевича Кукина, издала книгу на 480 страниц, которая называется «Я не легенда, я миф». Слышали уже про эту книгу, да? И я думаю, что много есть желающих ее приобрести. Вот. Поэтому Анатолий Леонидович сейчас передает вам привет. Во-первых, во-вторых, собирается привести Галину Леонидовну Кукину. Когда это будет? Скорее всего, это будет к 50-летию фестиваля в Академическом городке, который посвящен фестиваль 68-го года. Вот, скорее всего, Галина Кукина приедет, пройдет презентация книги, и она приедет с книгой. Вот такое вот есть большое желание и у Галины, и у нас, собственно говоря. Поэтому все внимательно следите за информацией. То, что касается нашей бардовской среды, и такая книжка у вас появится. Ее можно заказать по интернету, написать по имейлу Галине, она вышит. Но вот вживую это будет, наверное, интересней. Так, теперь. Ну, наверное, у многих здесь присутствующих есть своя история какая-то, которая связана с Юрием Алексеевичем Путиным. Мне пришлось, он был на трех катунских фестивалях, мне пришлось с ним поездить в качестве шофера. И вот познакомился я с ним в девяносто пятом году, впервые увидел живого классика Юрия Алексеевича. Когда ребята юргинские, баби и риты, попросили меня привезти Юрия Алексеевича туда к ним. Вот я встретил, значит, Толмачева, он прилетел, мы с ним ехали, и у меня была такая навязчивая мысль с института, узнать все-таки, кто же написал эту песню. Ну, вот я спросил, Юрий Алексеевич, а знаете, вот мы ее так отрядную пили, там десятки лет уже эту песню, вот, вот так клянусь, мама и я написал. Вот, в связи с этим, вот я познакомился с Аксатурой. Сейчас я вам ее спою. ПЕСНЯ Я жить-то не умею, не то что убиваю. Поресят эмалеты оставшихся стран, И к черту амулеты и стерты имена. А мы уходим рано, запутавшись в долгах, С улыбкой мертоньян в говбойских собаках. И миражом пустыни, сраженный на повал, Иду, как по трясине, по чьим-то голова, Иду, как старый мальчик, куда в глазах глядя, Я вовсе не обмачив, я гиблин до солдат. ПЕСНЯ Ну и все. Мало? Мало? Ты вернулся с большой спортом. Давай еще. Ладно. Хорошо. Тогда... Вот еще одна песня. А, еще одна история, тоже связанная с Алексеем Кукиным. Рассказала ее Леня Сергеев. История такая, коротко. Нет, короче. Значит... Да, я говорю. Сейчас я послушаю, что там мне еще расскажут. И это. Тогда все скажу. Значит... Два часа ночи Сергеев рассказывает. Два часа ночи звонок. Ну, звонок ночной. Он всегда попрыгивает человек. Страшно. Неожиданно. Вот. Поднимает трубку. Алло. Леня, это Кукин. Сейчас под окном шел мужик пьяный. Пил твою колокольнику. И трубку повесил. Вот и все. Это... О чем? Это о том, что вот надо было ему сказать, да, чтобы Леня почувствовал себя человеком, автором народной песни. Это не просто так. И вот... Один из уважаемых и любимых авторов Ленина Сергеева, Юрий Алексеевич. Значит, памяти Кукина. Здесь Сергей. Не стало туманков. Все ясно и просто. По-прежнему все хорошо. А рядом с луной Предназначенный остров Пополнился новой душой. И кто там давно У костра потесняться И в рюмочку щедро блеснул. Кому-то штрафную, Кому капель двадцать. И ясное дело. Спою. Так. Вова. Тетка. Дальше. А я как-то послушаю. Споют про... Споют, как желтеют, костры листопады, про тока костры пятикарыши. Споют про Арбат, и споют про Грина, и новенькую про Париж. Потом кто-то скажет, здесь тоже неплохо не лезет в глаза этот дым. И все разлетятся по разным эпохам, чтобы ночью присниться своим. А та, что похожа на доброго гонома, и стружки блеснет в костерок. И вспыхнет звездой на скачивающем доле, стрельнувшись небес, угорит. Олег Кривонов. Встречаем. Встречаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Не все стоите. Встречаем. Домашняя обстановка. Это она не включается. Здравствуйте. Хочу спеть песню про дороги. У нас бардак такой сейчас, в этих дорогах такой был и в древнее время. По перекресткам три дороги разошлись, и место тот ставили крестами. Прозвали его гиблым, но в огнемех разошлись, и перемерили дороги тем обтянем. Одна из них была короче на версту, и вызвала тем самым подозренье. Вы мастили камнем длиннее сделать, но не тут. Тут наступила повод для волонения. Вы что творите, обдувалы? Видно, нет на вас креста. С чертями водку жрете без устатку. По нашим всем просчетам должно быть выйти равных три конца. Кто прилепил ни к той дороге пятку. Все разговоры о просчетах заходили вдруг в тупик. Никто не мог понять, как так случилось. Приделали дорогу там, где недостаток вдруг возник, а получилось то, что получилось. Кривы такие, все дружно крикнули беда. Нечистая нас, братцы, за нас водит. И как бы не хотелось нам, не будет равная длина у тех дорог, что перекресток сводит. И все оставили как есть, не стали голову ломать. Пусть место гиблое, то дальше зарастает. Давно же предлагали взять их, да перепахать. Так неже, вечно нам дорог тех не хватает. Извините, песня недавно написана. Песня называется «Прищура». Я устал смотреть на все, без прищура, как того требует время. Говорят, что помнил, ты немного посидел, неспроста. Попал в судьбы водоворот, там кто-то тянет, кто-то рвет. Вот дикое племя. Нужно взять себя в кулак, ведь неуместно здесь любая суета. Тишина вокруг, и вдруг волосы дыбом Разорвало сердце изнутри эмоций дили склец. На расстрел врага льду, а своего на дыбу. И только слышим непривычный сучьев треск. Где-то что-то упустил, что-то недоговорил, книга закрыта. Кто-то выстрелил во тьму, и дичь подано к столу, сказан сказкой. Как ошибок избежать, глаза закрыть и убежать, тропа открыта. Только кто расскажет вам про горе лютое, суровый свой рассказ. Тишина вокруг, и вдруг волосы дыбом Разорвало сердце изнутри эмоций дили всплеск. На расстрел врага льду, а своего на дыбу. И только слышим в тишине той непривычной сучьев треск. Был я треск, вот тебе креск. Слышим был звериный вой и подхолодный. Не поверил я словам, позабыл, что вырос там, да пожалел. Ноту можно исказить, но текст так вам не изменить он народный. Станем все плечом к плечу, чтоб было видно палачу. Тишина вокруг, и вдруг волосы дыбом Разорвало сердце изнутри эмоций дили всплеск. На расстрел врага льду, а своего на дыбу. И только слышим в тишине той непривычной сучьев треск. Спасибо большое. Песни бывают разные, вызванные разными настроениями. Я хотел бы пару слов рассказать о том, чем занимаемся тут последние годы. Был проект пространства волосы. Сегодня мы берем клуб пространства волосы, который занимается организацией концертной деятельности. Не только авторы из Новосибирска, также приезжает очень много людей из разных городов, которые выступают на площадках на Новосибирской областной научной библиотеке. Есть форма квартирников, есть сборные концерты, которые проходят во многих залах. Есть возможность тем, кто еще не является членом клуба, вступить в члены клуба. У нас остались последние карты. Находятся они у моего сына Андрея, который вас сегодня встречал и регистрировал. Вы можете подойти, заполнить анкеты, мы будем вас извещать о всех событиях, которые проходят в клубе пространства волосы. Поэтому просим присоединиться, кто еще не успел. На сегодня я хочу представить вам людей, которые не выступали еще у нас. Но очень надеемся, что выступят и будут нашими гостями. Будем очень рады видеть. Это Олег Антонов. Встречаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Я рад сегодня поздравить вас с праздником в нашем имени. Сразу двух клубов. Так вот случилось, когда ко мне приехал очень большой друг из города Ижевска. Поэтому я поздравляю вас сразу двух клубов. Потому что сам являюсь в 77-76 годах. Моей альма-матер. Это клуб песен и поэзии Нэти. А потом по распределению поэзии Павловы Жевска четверть века там прожил. Организовывал клуб в 78-м году. Это клуб Ижек. Поэтому я вас поздравляю сразу от имени двух клубов. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Первая песенка называется «Аккорд». И песенка «Буховный музыкант». Для меня это очень личностная песенка. Так случилось. Я перешел кому, вышел из нее и обнаружил, что я потерял половину слуха. Знаете, я два года не мог прийти в себя. Вот как бы сознание половины этого мира я не слышу. И вот пока не написалась эта песенка, вот как-то написалось все как-то это. Немножко... В принципе мне кажется, что акустика нормальная. В принципе. Там в заднице? Там в заднице. Там в заднице. Там в заднице. Там в заднице. Нет, нет. Он так отчаянно играл, Как будто слыл глухим напрасно, Не слышащему музыка подвластна, Ему и бой часов хорал. А музыка плыла окрест, По шарлам труб живых живее. Не слышащему музыка нужнее, Ему и бой в общем дождя аркест. Все, кто кричал ему глухой, Внезапно прекращались трёпом. Он всё прощал им губошлёпом, Что объяснишь нивной рукой, Как шот, как режет пальцы вдруг, Струны надменной утончённости. Могу ощущать свою никчёмность В ритмом музыка и маждающий звук. Ла-дай, 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 ла-дай. И все лишь не звуки пред ней, Но ей соскучны наши души. А музыка согласию между нами служит, Дай Бог души ему вдвойне. Играй, мой музыкант, пари! В литаврах сердце бейся молнией, И в наших душах Выглуши безмолвное согласие Музыкой твоей! Ла-дай, 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 la-дай, Ла-дай, ла-дай-ла,��ай, ла-дай. Ла-дай. А вторая песенка это посвящение всем ушедшим бардам, кусочкам наших душ, называется «Певчая птица». Вот такие он, брат, чудеса, что как встали весну возвестить, возвращаются наши леса, словно боги с небес. Стай птиц гнать пора, высушать этих вестниц весны, певчих птиц, что боят, выше жадного зуба войны, миром без границ. И поют, на-на-на, песни голосом слышат, на-на-на-на-на-на, лишь прислушайся и услышишь, как закончится спор быть или не быть. У зимы, с землей и пастой, жизнь приходит в себя время любить. По советам экклезиаста говорят, слушайте этих вестниц весны, певчих птиц, что боят, выше жадного зуба войны, миром без границ. И поют, на-на-на-на, песни голосом слышат, на-на-на-на-на-на-на-на, он не врал, слушайся и услышишь. Певчих птиц, что боят, выше жадного зуба войны, миром без границ. И поют, на-на-на-на, песни голосом слышат, на-на-на-на-на-на-на-на-на, слушающий, так услышишь. И да будет весна, что не снилось тебе, будут песни, как певчие птицы, и на голос забытые гнезда с небес. Наши души должны возвратиться все подряд на крылах этих вестниц весны. Певчих птиц, что боят, выше жадного зуба войны, миром без границ. И поют, на-на-на-на, песни голосом слышат, на-на-на-на-на-на-на-на, чтобы слово сбылось и душу свою друг слышат. Спасибо. Ну, что-то, конечно, новогоднее. Через неделю будет год. Такая очень интересная песенка. Она написалась при переходе с одного тысячелетия до года. И такая тоже история мне очень интересная. Написалась, и я так думаю, что что-то там, какие-то строчки такие есть, там, волшебные краски, что-то такое вот, раскрасили басвод. Думаю, да что такое, к чему это, о чем это. Ну, знаете, как слово с песней выкинешь? Ну, ладно. Проходит неделя, начинается Новый год. И вдруг опраздновали его, круче всех, англичане. Они построили там, в Гринвиче, такой какой-то купол, шар. Там 4 миллиарда, они рухнули, там, какие-то суседние сказали, что больше никто такого не построит. То есть чисто архитектурно, какое-то уникальное совершенно здание. И когда их было начало бить, 12 часов, вдруг Темза зажглась на 4 километра. Причем так сильно зажглась, что было видно из космоса. И вдруг я смотрю и думаю, емае, вот, надо что такое. Это все в песнике вдруг написалось. Я понял, что действительно песни каким-то этим привидением всегда обладают. Это они после твоей песни делали? А? После твоей песни охраним дело. А, ну да, ну, ты им подсказал. Да, я надеюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом. И тогда, когда запустит беда, И сойдет благодать в огонь ночи, На свет свечи и придет Торжества хоровод и спасет от невзгод. Новый год, Новый год, Новый год, Как прежде волшебные краски Прилежно раскрасит над нами безбрежный, Но звездный живой небосвой, Как прежде по ногу небесной одежды Сокружимся в вальсе надежды И будем встречать Новый год Бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-б Что засмотрим сегодня среди зимы, Как и нежно волшебные краски. Прилежно раскрасит над нами безврежной, Но звезды живы небосвой, Как прежде те в окновах небесной одежды. Закружимся в вальсе надежды, И будем встречать Новый год. Бон-бон-бон! Выше слов возвести бой часов, Что над чашем весов. Наконец произошло добро от злом. Все прости, нам должно уж повести, Лишь на полный застих. Музыкой любви живи-живи, Как прежде те волшебные краски. Прилежно раскрасит, но не безврежный Но слез на живой небосвод Как прежде во вновь небесной одежды Закружимся в вальсе надежды И будем встречать Новый год Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок про Академгородок, и поэтому у меня тоже такой праздник сегодня. Я вообще впервые в Новосибирске, если не считать, там, пять лет назад пролетом. Вот. И как раз люди в Академгородке первый раз в жизни. В общем, мне понравилось. Значит, я действительно вместе с Олегом мы так одновременно, как он чуть-чуть раньше меня попали в клуб соводеятельной песни, Ижик, все разворачивалось в наших глазах. Вся эта штука во многом у меня, собственно, песни-то, как бы, притащили. Я вообще театром занимался в то время, самодеятельным. Да, и у нас очень любопытный был клуб, потому что по классификации Ландсберга, там клубы делятся на четыре типа, мы сейчас съехали в машине, обсуждали. Мы как раз относились к тому типу, который Ландсберг называл авторами, ну, то есть авторский клуб. По количеству авторов песен на душу населения, в общем, держали чуть ли не первое место на стране, в тот период. Вот, поэтому каждый из нас баловался написанием своих песен, но я чуть сегодня не хочу петь свои авторские, поскольку и в клубе я выступал в большей степени чаще как исполнитель, вот я бы хотел просто петь такие песни, которые мне здесь сильно нравятся. Я правильно понимаю, что шаббат вообще начинается со второй половиной пятницы, да? Да, да. То есть уже типа оно. Божественной субботы Хребнули мы глоток От дома и работы Укрылись на замок Не суетная дама Ни улицы, ни тишня Нас не коснутся сяло До середины дня Как сладко мы курили Как будто в первый раз На этом свете жили И он сиял для нас Еще придут невзгоды Но главное в другом Божественной субботы Нам терпкий вкус Макон Ай да Пам-пай-пам Пай-пам Папа-дам Пам-пам Уже готовит старость В свой невременный суд А много ли нам досталось Сожить Таких минут На пышном карнавале Торжественных невзгод Мы что-то не встречали Божественных суббот Беруй, мой друг, сердечно Сдаваться не спеши Пока течет он грешный Неспешный пир души Дыши, мой друг, свободой Бог знает, сколько раз Еще такой субботой Еще такой субботой Божественной субботой Наш век одарит нас Уже готовит вас Неспешный пир души Божественной субботой Это что-то в последнее время, одна песня, прямо у меня какая-то с головы. Я бы хотел ее тоже спеть. Думаю, для многих из здесь присутствующих она еще имеет какое-то личностное такое звучание. В любом с рейтингом является, ежели вы помните. Сейчас попробую. А помнишь, друг, команду с нашего двора? Послевоенный над веревкой волейбол. Пока для сердца нас сетку не украл. Четвертый номер, Коля-зять, известный вор. А первый номер на подаче, Владик Коп. Владелец страшного керзола меча. Который, если попадал кому-то в лоб, То можно смерть установить и без врача. А наш защитник, пятый номер, Макс Шароля. Который дикими прыжками знаменит. А также тем, что он пал депрек король. Но в этом двор его нисколько не винит. Саид Геев, нашей дворничьих и сын. Торговец краденый, пламенный игрок. Серега Мухин, отпускающий усы. И на распасе скромный автор этих строк. Да, такое наше поколение. Рудиментом в нынешних мирах. Словно полужесткие крепления. Или радиолы во дворах. А вот противник он нахал и скандалист. На игры носит он то бритву, то он на ган. Здесь капитанствует известный террорист. Сын осиница, осиец Лефуран. Известный тем, что передовалась недрожа. Сверю директору он партой угрожал. И парту бросил он с шестого этажа. Но, к сожалению, для школы не попал. А вот и сходятся два танка, два ферзя. Вот наша Эльба, встреча войск далеких стран. Идет походкой воровскую. Коля, зять! Навстречу руки в брюке Левочка, уран. Вот тут как раз и начинается кино. И подливает в это блюдо остроты. Белова Танечка, глядящая в окно. Внутри районы, где нечистой красоты. Ну что ж, без драки волейбол, так волейбол. Ножи отставлены до встречи роковой. И Коля, зять, уже ужасный, ставит колы. Взлетев, как щагин, над веревкой бельевой. Да, и это наше поколение. Рудиментом в нынешних мирах. Словно полужесткие крепления. Или радиолы во дворах. Мясной отдел, центральный рынок. Не оконец. И тридцать лет прошло, боже, тридцать лет. И говорит мне сирец, продавец. Конечно, помню волейбол. Но мяса нет. Стоит дерево, вот сюрприз. Подсел слегка. Потом опять. Потом отбился от ребят. А Коля, зять, пошел в десантные войска. И там, по слухам, он вполне нашел себя. А Макс Шароль опять защитник и герой. Имеет ли личность он секретную и кровь. Он так усердствовал над бомбой крыбовой. Что стал член гора по фамилии Петров. А Владик Коп подался в городок Сидней. Где океан, балет и выпивка с утра. Где нет, конечно, ни саней, ни труда к ней. Но нету так же ни кола и ни двора. Но кол-то ладно не об этом разговор. Дай бог, чтоб Владик там поднакопил деньжат. Но где возьмет он старый Сретенский наш двор. Вот это жаль, вот это правда. Очень жаль. Ну что же каждый выбрал веру и житьем. Полсотни игру смерти выиграв подряд. И лишь майор десантных войск НН Зитьев Лежит простреленный под городом Гераб. Отставить крики, кихо с Ретенка, не плачь. Мы стали все твоей общей судьбой. Те, кто был втянут в этот несерьезный матч. И кто повязан стал веревкой бельевой. Да, уходит наше поколение К рудиментам в нынешних мирах Словно полужесткие крепления Или радионы во дворах. Я помню, что у вас Черваков-то тут тоже в бочеке. Мотор подъехал чужденно фиолетовый Я морку бы назвал, но забываю постоянно В него шатанька голенастая усела С дверью хлопнула и все, и все И только брызги из-под кольца. Странно, вы как хотите мне, странно Ведь я почти уже любил ее За некоторые пафосы, черта не так сказать И вообще за выражение лица. Когда знакомишься на улице, тирады О погоде не проходят, устарели, как идеи. Я предпочитаю для начала выразительный Какой-нибудь вопрос философического свойства. Например, где я? Скажите, девушка, где я? На многих действует этой хоть бы что. Не удивилась, как не удивился вы, реаниматор или милиционер. Нет, я не жалуюсь, я в принципе привыкнусь к тому, Что мир бывает невнимательным и черствым, Что идеальным образцам он соответствует. Ни шибко, ни требуем, ни лучше, отвечает не вполне. Черт с ним не отвечает, и черт с ним. Ну а почему в таком количестве во всяком период Изначально бесконечно и как раз по отношению ко мне? Еще я мальчикам все думал, зайду себе зверьказу Их волну, сколько скачет по полям-то. Возьмув товарища разумного жирафа, Муравьеда или просто кенгуру, я даже имя подыскал. Лямдам, я назову его Лямдам. Так думал и я, но детство кончилось обед, И муравьеда сегодня остается невостребованным. Он скачет, где скакал. А незнакомка номер два уже тем временем Зашла в татуар, фосфористы Рырдея, И с мамилами хуже первой той случай, То есть даже лучших сейкерчей, кстати, Я ведь тоже не любой. Где я? Девушка, девушка, где я? Ни к вам, ни к вам лет, Мы же совсем почти испытываешь то, Что по некоторым признакам похоже на любовь. Молодец! Всех бывших бардов, И мы там подавали отдельные сольные концерты, По полтора-два часа каждый концерт, А потом это все тоже ушло. А вот сейчас мы решили восстановить, И уже дали два концерта. Один был в августе, другой был в ноябре. Кстати, посмотрите, В фейсбуке есть это все. Школа и Ижевский бардов. Там два концерта. Последний очень неплохо. Там с музыкой хорошо все было сделано, С авторами ижевскими тоже все было отлично. Вот, и там мы одну песенку тоже пели, Так запало в душу, Из цикла, Вроде бы песен написанных женщинами, А, потому что есть песни написаны мужчинами, А ты мне женщин. Ну, типа у Исоцкого здесь замечательная песня. Я неслал свою беду, И так случилось, мужчины ушли. А есть песни написаны женщинами, Но они прямо вот это как бы Такие, для мужчин, Немаловажные. Поэтому я одну хочу спеть. Надежда Сосновская, Ну, в смысле, написала. Поможет мне Лена Миркина, Она, которая отсюда из Новосибирска. Так, ну что-то пробовали. Так, если получится, Ну, если не границ. Первая проба. Ну, ладно, ну да. Готовая? Отгорел фейерверк, Перестало вертеться шутихо, Блеск одежды карнавальных, Обернулся унылым трепьем, Опустел балаган, И на рыночной площади тихо, То, что было театром, Становится нашим жильем. Засыпай, Орликин, Поцелуй, И прохлада ладоней, Это все, С чем могу Отвести от тебя Не покой, Балаган наш дворец, Наши ослики, Лезвые кони, Если можешь, Поверь, Этой сказке И спи, дорогой, Мне не быть Для тебя Ни волшебной звездой, Ни богиней, Я твой друг, Орликин, Потому и доводится мне Быть гораздо умней, Чем положено быть в комбине, И гораздо добрей, Чем положено просто жене. Я до смерти с тобой Разделю я очаги, Подмостки, Если самовес поднят, Я буду смеяться и беть, И следить, Чтоб зависник В твой грим не подсыпал И звездки, И любить тебя так, Как никто не сумеет посметь. И любить тебя так, Как никто не сумеет посметь. Михаил Черных, Глориат Грушевского фестиваля. Сейчас на сцену приглашаем Антона Иване. Иване! Сейчас меня он будет сразу. Как я могу убить женщину? Я люблю такую. Я и тюкую женщину. Продолжай пользоваться, В свое удовольствие. А можно я с... Кого жечь? Чем? Глаголом? Спокойно, Вы меня с кем-то перепутали. Так. Оп. Получилось. Здравствуй, микрофон. Здравствуй, второй микрофон. А что же они так падают? Хорошо. Одно из двух. Либо ты умеешь петь, Либо ты умеешь ставить микрофон. Да нет, я в конце концов разберусь просто. Это выйдет немножко дольше. Как-то вот так, например. Все. То, что упадет. То же не упадет. Нет, то, что-то не упадет. Молодец. Вот в том-то и дело. Вот это вот надо ословить. На самом деле, вот это. Сейчас начнем. Вот это бы надо уравновесить просто. Да, да, да. Иначе оно... Физика, она шука. Штука такая. Физика, она шука такая. Так, все. Я предлагаю на этом закончить. Давай, Борик, давай. Бежись, Борик. Троем. Трое на одному. Вот, собравись, три мужика. И давай микрофон переранить. Спасибо. Вот. Вот. И вообще правильно. Мы вот тут. Получился перформанс внезапно. Так. Значит, говорите новую. Вот еще скажите настрой. Гитару. Давай вот, чтобы они не падали двух обтругу. А это вот так. Давай, Борик, гитару. Сережа, я не злопамятный. Просто у меня память хорошая. Я же и не сажусь, могу я ответить. Я же встаю. Вот. Так. Новый год, значит, говорите. Да? Почему под Новый год, причем только под Новый год, вспоминается вот такая вот песня. Автор, по крайней мере, один из авторов, Михаил Качанов, но стихи, честно говоря, я не помню. Чуть ли не Гидоров, возможно. Синдром первого фроза, первый слой, первый праздник. Создавай, Борик. Создавай, Борик. Под Новый год, как только затихает хор хлопот, Я сам себе под елку ставлю торт, Коньяк и раритетный блок дуката. Потом, за час, обзвониваю парой лесных фраз, Всех, кто вошел в мой золотой запас, Кого я от себя упас когда-то. И вот я стану чуть пьяный, вспыхнет телеэкран, И вот пойдет вечный фильм с легким паром. И я войду в свой слезам, К родным глазам, голосам, И срок настанет слезам запоздалым. И жизнь шагнёт в неведомый и проглядный год, Год новых старых истин и невзгод. От них я только в памяти прячусь, да будет так. Не зря я разорился на видак, Настигнет жизнь, а я набью коньяк, Постану с легким паром и наплачусь. И вот я стану чуть пьяный, Вспыхнет телеэкран, И вот пойдет вечный фильм с легким паром. И я войду в свой сезам, К родным глазам, голосам, И срок настанет слезам запоздалым. Мне дал ей дар Возможность воплощать свой тайный дар, Реальность изгаженный базар, Глуши цветой тоской о Новом Годе. Жизнь одна, грустна, но в свете видео окна, Светла за счет былого и чудна, Как поцелуй в последнем эпизоде. И вот я стану чуть пьяный, И вспыхнет телеэкран, И вот пойдет вечный фильм с легким паром. И я войду в свой сезам, К родным глазам, голосам, И срок настанет слезам запоздалым. Восемь, девять, десять, одиннадцать. С Новым Годом! И почему-то, ну это так, Это когда речь заходит о перспективах, Вот что мы будем делать в следующем году, Вот все время думается, Ну господи, что там, Выжить бы, дожить бы до следующего года, Вообще, я там уже что-нибудь разберем. Вот, и начинаются вот эти вот страхи, О том, что не хватит времени, Не хватит сил, не хватит сердца, Как там у нас Туриянский. Не у нас. Ну у нас он тоже это пел. В общем. Вот. Кстати, можно ее потом будет спеть, Если ничего. Хорошая песня. Вот. Но я не об этом. Я о другом. У Игоря Белого на этот счет Есть совершенно прекрасная песня, Которую я тоже очень люблю, Но вспоминаю тоже достаточно редко. И вот то ощущение, Которое у нее в припеве, Вот когда-то оно меня прям поднимало, Выпрямляло, Вот я становился выше на пол головы, Сейчас оно как бы, Оно напоминает о том, Что так когда-то было, да. Ой, ой. Оно таки похувало. Или что, те, кто с абсолютным слухом Войдут просто, да? Нормально. Оно, за медитург не пойдет. 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 Раньше там была, что ни дом, то ловечен, Что ни путь, то милетчен, Что-нибудь из Джо до сына в голове. Не считать излишне, жизнь на вкус как вишня, у меня еще в запасе две. Мир наш, где мы гости, очень узкий мостик, как же нам отсюда перебраться туда? Никуда не деться, есть одно лишь средство, нужно не бояться просто никогда. Что ни дом, то вечен, что ни путь там лечен, что-нибудь из нерзаяна в голове. Не считать излишне, жизнь на вкус как вишня, у меня еще в запасе две. Снуфигу всяким бедам, если страх неведом, разве вместо неба черный звонкий свод? Развернем весною, крылья за спиною, с вертикальным взлетом и вперед. Что ни дом, то вечен, что ни путь там лечен, что-нибудь из шинкарева в голове. Не считать излишне, жизнь на вкус как вишня, у меня еще в запасе две. У меня еще в запасе две. Как-то сейчас... Сложная задача. Один джек, два микрофона, на два голоса, на три гитара. Ну попробуем. Во-первых, конечно, хочется поздравить от всего нашего клуба «Гитарная пристань» всех присутствующих, с праздником бардовской песни, с днем бардовской песни. Куда глаз не кинь, в зале, везде люди с гитарной пристани. Поэтому от всех нас справились. Да-да-да. Ну, долго говорить не будем. Кто такие барды, всем понятно, все знают. А вот что им нужно, мы споем. Песня Игоря Малыкина из города Ярославля. 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 А истина медна не копит в рог, да и в палатах не обитает, значит, там и бардам не прожить. А истина медна не копит в рог, да и в палатах не обитает, значит, там и бардам не прожить. Любовь и зло идут по врозь и разными путями, досадно, правда, что пророк всегда не кодоворует. Но пусть себе посредственность работает локтями, а мастер будет верен только к листьям и перу. Ах, музыканты всех времен, нужна ли вам награда? Любая, меньше искорки, которая внутри. Не загасить, раздать друзьям, вот то, что бардам надо, По сути-то решили вы, пока она горит. Аплодисменты 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 Антону Иванею. Микрофон поднимите, я не слышно. Меня не слышно. А с китарой слышно? Ну, хорошо. Антон Иванея нам делал подсказочку. Ну, в принципе, почему бы нет? Вадим Ильяновский. А, извините меня, а с Криенского? Не хватает времени, не хватает сердца. А дороги длинные не видать конца. Юга заметает, бьет свои корейца. И черты стирает, милого лица. Юга заметает, бьет свои корейца. И черты стирает, милого лица. Заблудилась макалука, троечка прогонная. И в белезой зависти пропадает слепь. Не пробраться печь живу, не продлиться конному, ни письма, ни лесточки. Ни откуда нет. Все пройдет, любимая, отболит головушка. Год двенадцать пробила, вот и все дела. В золоченых туфельках убегает солнышко. Снова печки и лавочки, пенек и зала. Птица сероглазая, маленькая солнышко. Не грусти, не мучайся, не вздыхай тайко. Даже в мире сказочно, ты же знаешь, солнышко, не бывает сразу. Просто нелегко До поры, до времени Пусть подъемка мечется. Вот мелькнули в облаке Звездочка с луной. Мы затопим печечку, Мы затеплим свечечку, И споем тихонечко, Продвиняя со мной. Мы затопим печечку, Мы затеплим свечечку, И споем тихонечко, Продвиняя со мной. Не хватает дыр, Не хватает сердца, А дороги длинные Не видать конца. Юга заметает, Бьет свои коленца, И черты стирает Милого лица. Юга заметает, Бьет свои коленца, И черты стирает Милого лица. Ну, мы еще одна песня, Кобо-бодрее, Мы тоже, Тоже про зиму. Иногда, Даже летом, Когда очень жарко, Иногда хочется, Чтобы скорее зима Настала с хорошей походой, С пешком. Песнь Игоря Тужима Малыкина, Ностальгия по зиме. Крыши белые домов Зимы холодов, уходящие приметы На шоссе в евральский сне тает Жарь из песенка зимы расставаться Ходит звон четыре весенних куплета Что поделаешь, придется признаться То, что зиму я люблю больше лета Летом едут в отпуска, летом по уши в ремонте Заготовки, огород, дачи Кто кусается в мошках, кто жара То нужен зонтик, летом белкой в колесе Скачешь, безгузловно летний отпуск отрадом Ах, как южная, ведь зонтика манит Но когда придет пора листопада То от лета отдохнуть так и тянет Но осенняя печаль не поднимет настроение Вот и бьем невкусный чай, вот и невкусное варенье Начинаем понимать, что сейчас душе угодней Время сказки новогодней Скажите, отчего на душе тепло и сладко Если вдруг не то покрыл лужи А у вас над головой никакие-то осадки А пушистый белый снег кружит Будет холодно, но дышится легче Быть должна зима зимой настоящей Обнимайтесь холода вдвое крепче И целуйтесь холода вдвое чаще Зазвенят опять кольки На кольках из стадиона Разве могут быть кольки Летом С ветром на перегонки По лыжаме, по горным ствонам Ну и счастье не скажи Это Кружит голову сынка Дом и шарик, накатались И румянец на шиках И приятная усталость Дома елка, вкусный чай Дома пахнет пирогами Ну-ка шевели ногами Дома пахнет пирогами Дома пахнет 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 пах Сидя в зале, слышно, что микрофон вот этот вот, просто такой отличный, что его хватит на все. На всех сразу, на голос и на все подряд. И снова что-то нас зовет, и пусть прошло уже немало, Мы снова вместе в этот Новый Год, и для друзей нам приметы лучше нет. Давайте будем вспоминать самих себя в те давние года, Друзей забытых снова узнавать, и песни петь, обнявшись, как тогда. В сиянье елочных огней мы видим отблеск наших новых встреч, Мы видим дом, а в нем своих друзей, и светлячки зажженных нами свеч. И снова что-то нас зовет. Я хочу сказать, что наш клуб своей одной песни называется «Свечиство». Он вообще-то детский, мы уже там давно выразят их старики. Следующую песню я тут придумала, пока сидела в зале, это Митяевка песня. А вчера мы приглашали попеть. Люди милые, но незнакомые, я им пел, чтобы новых старых. Свои старые песни и новые, только песни-то с нами не те. По-другому поется и пишется, дышится. Мы в разлуке уже столько лет, не болит ничего и не пишется. Хоть бы раз суета нас свела, пусть больными пляшевыми. Ах, какая бы встреча была, если б все были живы. Ах, какая бы встреча была, если б все были живы. А с чего бы казалось хандрить? Ты такой же почти, и гитара тает. Хозяйка какая, смотри. Ну, чего же еще тебе надо-то? А я слышал, гитара врала, и слова были лживыми. Ах, какая бы встреча была, если б все были живы. Я ушел, чтобы весел был дом, хоть шептала хозяйка, обидимся. Почему мы так долго не видимся? Почему мы так долго не видимся? Песня будет томского автора Игоря Возова. Неуправляемая нежность, когда за разом присмиреет. Приемя эту неизбежность, любовь не светит и не греет. Но все же теплится дымится, как угли старого жестра. И зачарованные лица, весь тьмы взирают до утра. На беглый жар углей опальный, седого бегла хоровод. На череду холмов печальный и предрассветный небоскоп. Забыв о страхах суеверных, давай угляемся назад. Простим холодных и неверных, а в оси нас они и простят. Станем на полосе запретной. Вскрывает нас туман густой. Холодный сумрак предрассветный Грозит грядущей пустотой. Чего-то ждем, быть может, чудо, Да не досуг ему с утра. Так попредем еще покуда, Костер потух и нам пора. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я не могу сидеть выступать. Более. Ты мучаешься. А, ты не успел подойти. Подойти что-то. Не успел. Акады не вызывай. Нет, все. Я успел все сам сделать. Отлично. О, вот это меня кослось. Извините. Это кослось меня. Так, ну я, собственно говоря, от станка сюда. Вот, сегодня были контрольные работы в школе. Толпы двоечников, должников осаждали меня, едва убежал сюда. Вот. Я сочинил все время песню, которая называется «Песня в защиту двоечников». Они просто не знают, что на самом деле я их люблю. Так делаю вид, что я строгий учитель. Итак, песня называется «Я кораблик». Поется от имени кораблика, сделанную руками двоечников. Я кораблик, я кораблик из тетрадного листа, по борта в моем корабле и ошибки в двух местах. Это Вовкина тетрадь стала жертвою опять. И показывать же папе перевернутую пять, папа может не понять. Я бумажный, я в линейку, я в полоску, как моряк. Мне бы выйти поскорейка в океаны и моря. Свою душу в пыльца отпустить в небесах. Но каракули, каракули и ошибки в двух местах. И еще примерно в снах. Было бы здорово однажды обойти весь белый свет. За душой моей бумажный, ничего другого нет. И везде, по всех хартах, любовались мною, ах! Но ошибки, две ошибки, не скажу в каких местах. Вот бы где воскликнуть, ах! Я кораблик, я кораблик из тетрадного листа. Ну и что, что я в каракуле, две ошибки в двух местах. Но зато за мной всегда вследом пенится вода. И кораблики у Вовки не тонули никогда. Вот это да! Следующая песня называется «О чем ты думаешь?» О чем ты думаешь? О птицах? А что же снится? Снится лето. Но только чаще мне не спится. Все чаще просто жду рассвета. И вместе с утренней зарею. Хочу я тоже быть гладым. Но все же фоточку закрою. Боюсь за вольности расплаты. А что ты хочешь, это небо? А что ты любишь, эту землю? Где голосится поле хлеба? Я в гостаде небесным не влюб. Но шар земной в мои объятья Увы, поместится едва ли. А в остальном могу ли знать я Того, что в детстве мне не дали? О чем жалеешь, разлуки? О чем мечтаешь по дороге? Я не забуду эти руки И взгляд прощальный на пороге. Но я иду неутомимо С плеча на топку не снимаю Мне это так необходимо А почему, пока не знаю Зачем ты плачешь? Я не плачу А что ты ищешь? Выход к морю Возможно, было бы все иначе Но я с судьбой уже не спою И по невыслимой спирали Меня влечет и неизбежно В конце дороги печали Меня обнимет кто-то нежно И по невыслимой спирали Меня влечет и неизбежно В конце дороги печали Меня влечет и неизбежно Меня влечет и неизбежно Меня влечет и неизбежно Все-таки нужно спеть новогоднюю песню Да, нет В этот день и в этот час Вновь соединили нас Вновь соединили нас Теплые пожатья рук В огромный круг На часах уже пора Новый год он как игра Манит нас волшебный лес Страну чудес Пусть он добрый будет Новый год Пусть украсть сегодня Новый год Пусть подарит людям Новый год Счастье любить Пусть никто не плачет Новый год Пусть придет удача в Новый год А каким иначе должен он быть Снова руки на плечах Песня будет нас качать Смать не нас нам до утра Как дым костра В одномер гитарных струн Каждый снова станет юг Не усевшись за столом Как сталь споет Дверь открой тишине в Новый год Он друзей помилит Новый год И отдаст вам я Новый год Тем, кто влюблен Без светлей не проще в Новый год Он еще не прожит в Новый год Все на свете, может, только мешок Пусть он тот будет Новый год Пусть украсть сегодня Новый год Пусть подарит людям Новый год Счастье любить Пусть никто не плачет в Новый год Пусть придет удача в Новый год А каким иначе должен он быть Счастье любит Счастье любит Я опять сказал, да? Дима, все сами скажем Хорошо, да Дмитрий, спасибо, пожалуйста Дмитрий, поработу Поработу Нет, перепутал всех мальчиков Меня, простите Еще раз прости Спасибо Ну, наконец-то Хоть один панок Медленно прибавь Медленно прибавь Громкость Спасибо Показал, что Сейчас наберем Медленно прибавь Пусть прибери, пожалуйста Медленно прибавь Стоим три песни, раз уж пошли такими пачками по три штуки. У нас две песни будет авторских, а одна песня будет замечательная Сергея Никитина на стихи Пастернака. И мы споем немножко про зиму, немножко про весну, потому что у нас зима хоть и длинная, но всё равно пролетает быстро, если за ней приходит весна. А начнём с того, что хотим поздравить от лица нашего дуэта. Кстати, у нас есть название, оно появилось недавно, и Ангелина просто, наверное, ещё не знала, что мы назвались. Вот у нас есть теперь название, мы называемся «Виной задуванчиков дуэт». И первая песня называется «Два ковбоя». Золотые годы детства, хандры, имелось средство, «В новом кинозале первый ряд». И по улицам весенним, поезд за золотом Маккена, через заводность школьного двора. Эй-о, мы ковбои, эй-о, стрип-светла, Грель я большая, но под небом нас лишь двоие, Я и Вовка из шестого Магазины там агавки В школу не идем без справки Надо где-то доставать опять В горжанных штанах апачи Пацаны соседней дачи Верный кольт не спрятать, не убрать Эй-о, мы готовы Эй-о, хорошо Виски фирмы близко спрятан Лакса в кладовке По чуть-чуть попробуем еще Настоящие топои Очень-очень крутые Глядь, как нож, лицо, как камень Замерный стоит Дочь вождя шаенов Непреступная аюта Мимо нас проходит в магазине Эй-о, мы готовы Тридцать лет прошло не шутки Когда летят другие утки Зажигает дженерейшн-бэк Началась лишь веревка Где же я и где же Вовка То ли директор, то ли президент Ох, я же клинчин андеграунд Лопит долбаный сурраунд Не ушей, не нервов, не щадят По пустыне из-под корна Мы с тобой придем покорно Где бежишь, загонит дождь вождя Эй-эй-о, мы как бой Эй-эй-о, скрип седла Эй-эй, я большая Но под небом нас лишь двуих Я и Вовка из шестого А Я и Вовка из шестого А Я и Вовка из шестого А Теперь зимняя предновогодняя песня Снег идет, снег идет, к белым звездочкам в уране Тянутся тень и ранит, когда окон переплют Снег идет, и все в смятенье, все пускается в полет Черные лестницы ступили, и пустого порога Снег идет, снег идет, будто падают в кровь А закатом там в салубе И сходит на небо свой И будто с видом чудака И смех не лезть, начинай на площадке И учись, играя в прятки Сходит в небо с чердака Потому что жизнь не ждет Не оглянешься и святки Только промежуток краткий Смотришь там, и Новый год Смотришь там, и Новый год Снег идет, густой, густой Вновь с ним и с вами тень В том же темпе с тронютом Или с той же быстротой Может быть, проходит время Может быть, за годом год Следует, как снег идет Или как слава в море Может быть, проходит время Может быть, проходит время Снег идет, снег идет Снег идет, снег идет И все в смятенье Убеленный в пешеход Удивленные растения Удивленные в море Удивленные в море Удивленные в море Удивленные в море Снег идет, снег идет Снег идет, снег идет Снег идет И еще такая мажорная песня Это называется «Весенняя ромба». Это архивская песня. Ты начинаешь. Веселый иск, веселье копей, Сверкаем на солнце и летели. На ветхой площадке ржавели качели. И это такие мгновения, Когда оторваться от табого снега легко. И полчатся бы чистые голуби, Довыщие тень и трепимы за весной. Но в основном все глазели, Под небу летели качели. Весели руку перед домом и врагом. Это будет новой весною, Теперь опять тебе я открою. Ты меня поцелуешь и снова потанцуй вдвоем. За весною, за весною мы молчимся вместе, И я открою и закрою глаза. Вдвоем с тобой вдвоем летать интересней. А это только, это, только это, Я успею сказать. Раздубились угробы, Упрямая под аллея, С зелеными пальмами, Людных птиц яркие брестки, Смотрятся ключи на фоне и звездки. И того, кто вдруг заданцует, Солнце карибское поцелуй. Солнце карибское поцелуй. Солнце карибское поцелуй. Субтитры подогнал «Симон» 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 Я прошу прощения, у нас представители библиотеки, поэтому я просил бы выйти на эту сцену и спеть по одной песне. Замечательная будет, совершенно исполнительная. Автор. Татьяна Красовская. Здравствуйте, поздравляю с этим замечательным праздником. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Красовская, я автор песен, в основном пишу песни на чужие хорошие стихи, иногда на своих изрывках. Сегодня я спою песню на стихе Алисы Ханнов. Все? Борис? Пожалуйста. Ну вот, подходи. Когда я спою песню, мою любимую Франкину. Где-то на краю моря, где не знают слезы боли, где не знают, что такое предлагать. Алисы Ханнов. 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 Юта Ханнов. Алисы Ханнов. Алиса Ханнов. Алисы Ханнов. Спасибо. Ещё раз всем спрашиваю. Татьяна Казахстана. Это мне всегда очень приятно представлять, потому что это первый победитель фестиваля, которого я организовал. Не я, но очень интересный. В 2013 году, в новом салтурской песне победитель Борис Инкижинов. Инкижинов. Инкижинов, я прошу прощения. Да, на самом деле я специально от Дмитрия Парамонова попросил постоять за пультом, потому что невозможно разорваться туда и сюда. И предполагалось, что Татьяна споёт свою прекрасную песню. Я не знаю, это случится сегодня. Нет? Я, к сожалению, её петь не могу. Песня классная. Немножко ломает. Ну ладно, что спит-то? Весёлая, весёлая. Правда, сеть. Да. Да, немножко импровизация выливает. То есть Татьяна воспоминалась после подложительной болезни. Да. Ну, поймали. Я попробую сыграть один, а Татьяна просто спит. Если вы все любите, на стихи Алиса Хан. Алиса Хан. Алиса Хан. Усси репетили, селепетили, Чудо-птицы равно все любили. И не заметили, не заметили, И спустились ко мне легки. Благородный и тачник на нем. Охладили горячим вну, И несли в туристые истерия Золотистые весны. Я отбедала этой сладости, О которой мечтала нырчь, И, расплакавшись внук от радости, Ощутила как нырчь. Огушево роднём, садилёванной, Выбросився весёлый пляс. Не пей от меня, огушево роднам, Я не дуни пилец из глаз. Не пей от меня, огушево роднам, Я не дуни пилец из глаз. Гуси, лебеди, гуси, лебеди, Чудо-птицы родной земли. Мы замытили, мы замытили, И спустились скалы, лихли. Музи, лебеди, шутка-музи, лебеди, нырчь. АПЛОДИСМЕНТЫ Честно говоря, опять я... Давайте спою... Веселую. Веселую, жизнеутерзающую песню. Я считаю, что начальником жанра появился был Марк Бернес. Я пою одну его песню. Пою больше, но спою больше. АПЛОДИСМЕНТЫ Я люблю Тебя жизнь, что со мной по себе и иного. Я люблю Тебя жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы я устала. Я люблю Тебя жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мало до ночи и земли и роднина морская. Известно давно бескорыстная дружба мужская. Звони каждого дня. Как я счастлив, что нет мне боя. Есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое, как пою. Соловьи полукрак поцелует на рассвете. Киршина любви. Это счастье великое, дети. Вновь мы с ними пройдем, где строилась вокзалы, причалы. Булки, потом все опять повторится сначала. Как годы летят. Мы взыдем седину замечая жизнь. Ты помнишь, солдат, что погибли тебя, защищая так легко. И вершись в трубных звуках весеннего имна. Я люблю тебя, жизнь. И надеюсь, что это взаимно. Так любви и вершись в трубных звуках весеннего имна. Я люблю тебя, жизнь. И надеюсь, что это взаимно. Возвращаюсь. Программа. Огромное спасибо всем, кто сегодня с нами. Смеху были на сцене. Я бы хотел пригласить Малибершов. Это единственный человек, который не выступил из заявления. Это поэтесс. Это человек, который будет читать стихи. Мы не займем много времени. Любое произведение складывается из стеклуха и музыки. И такие люди, как Маша, пишут. И то он сейчас пишет. Пишут. 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 Святая революция, пожалуйста. Стихотворение про барда. Освящение барда на береговского моря. Все фестивали практически проходят на береговского моря. Оно у нас одно. Такое. На береговского моря В объятиях звездной тишины На нас костер огромный смотрит И звуки волн в ночи слышны Сидим с гитарами раздольно Сплотившись в дружный тесный круг В груди так дышится привольно В сплетении теплых, милых рук Высоцкий, Висбор, Акуджава Всегда мы помним их друзья Поднимем же наш кубок ржавый За тех забыть кого нельзя На нас глядит луна-подруга Журчит и плещется вода В глаза посмотрим же друг другу И будем юными всегда А море слышит песни наши И вторит им из полутьмы В мгновение этих нету краше Костер, гитары, море Мы Спасибо 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 Это был замечательный Прошло больше 50 программ В рамках проекта Клуба «Пространство голоса» Планы на следующий год Они опубликованы на страницах Ангелина Басалаева Это я В фейсбуке и вконтакте Заходите, смотрите, все анонсы проходят Мы приглашаем вас на подмитие клуба У нас сегодня не выходил на сцену Человек, который имеет непосредственное отношение К созданию крупнейшего фестиваля БАДА Анна Мокина, я прошу поприветствовать АПЛОДИСМЕНТЫ И я с ним, когда я не выступал перед вами На самом деле человек, который проводится Не первого фестивального сезона В парке «Море Апсково» Я благодарна всем участникам, которые Каким-то образом продвигают Провоцируют нас на замечательные творческие какие-то начинания Всем огромное спасибо Мы ждем вас в следующем году Мы с вами Мы продолжаем АПЛОДИСМЕНТЫ С Новым годом! Всего самого-самого доброго! Я Ангелина Бастоваева Хозяйка студии «Пространство голоса» Вдохновитель, организатор И бессмертная ломовая лошадь Этого проекта Пикасик сказал